А вот бесполезно человеку что-либо говорить, что-либо советовать, если ты это как-то сам не придёшь и не будешь, и не компенсируешь это. Это очень важно. То есть, например, сидит человек, он не знает, чем он заниматься, он не знает, как ему двигаться дальше, он не знает, как ему поменять работу. Да, вот многие же говорят, что иди поменяй работу, иди вот туда-сюда. Вот пока ты не придёшь, не скажешь, не с готовым вариантом к этому человеку, и не скажешь, типа, слушай, чувак, у меня для тебя есть работа, у меня для тебя хороший заработок, вот всё, давай, сегодня ты больше не работаешь вот в этой вот залупе, ты теперь работаешь вот в этой компании, зарабатываешь столько-то бабла, и всё, тогда это реально подействует. А пока человек в депрессии не находится, он не знает, что он делает, это очень сложно кому-то что-то советовать. То есть, у меня всегда так, то есть, если у меня, я вижу, что подруга моя какая-то на дне, у неё там ни хера ничего не получается, но есть желание, я прихожу и говорю, слушай, чувака, у меня есть такое-то свободное место, идёт туда работать, всё, ок-ок, всё, так только решается. А просто так на словах говорить человеку что-то, советовать, ну вот, ну иди туда-сюда. То есть, у тебя для человека, прежде чем, которому ты что-то советуешь, тебе должны быть какие-то, не знаю, там быть готовые варианты. Так, перчик, жгучий, ела, ела. Ну, изра, что не занималась сексом, я три недели перехаживала, не помогает мне секс. Я занимала, у меня есть альтернатива сексу, и есть специальный гаджет, и, ребята, это не помогает, не помогает, но я сидела в ванной, ела горячий жгучий перец, и ролла я съела, ребят, ну, привет из Нурсултана, это где находится, здравствуйте. Вы знаете, просто у моего малыша головка внизу лежит, и как-то вот, я не знаю, я не могу психологически преодолеть себя. Я, знаете, я еще психологически не могу себя преодолеть, то, что у меня будет мальчик, да, он у меня родится, да, у меня там все, вот это все, но, как бы, я, например, буду покормить своего малыша с помощью силиконовой накладки, ну, то есть до голой груди я его не смогу подпустить. Это, опять же, мой психологический, мой психологический бзик. Четвертый роддом врач Каладзе. Ребята, откуда вы все знаете? Вот откуда же такую информацию мою пробили? Видимо, кто-то уже из четвертого дома. Так, ребят, по поводу числа дома я не скажу, роддома тоже пока что в секрете, кто-то уже знает, но, ребятки мои, кроват, коляску приобрели? Нет. Роды планируются естественные, не знаю пока еще, как пойдет. Привет из Старлибра, привет. С Нурсултана, привет, с Украины, привет. Были осложнения по здоровью во время беременности. Был ковид, я переболела ковидом полгода назад, но достаточно легко его пережила. Антитела у меня уже есть, так что все такое. Сумки в роддом собрали, если не пока. Так, я собрала сумки в роддом, они у меня же лежат вовсю в машине и так далее. Не бойся, у меня два сына. Блин, ребят, вы знаете, вот раньше, когда я еще не была беременна, когда я еще не знала, что такое беременность, я такая, ну, видела просто мамочек с детьми, ну, такая, думаю, ну, и ладно, вот нарожали, они там всех своих детей ходят. Вот. А сейчас, когда я уже беременна, и когда вот-вот мне предстоят роды, и когда я вижу многодетных матерей, у которых там от двух до трех вообще детей, я смотрю на свою маму, и я совсем по-другому смотрю на свою маму, я совсем по-другому смотрю на свою бабушку, я совсем по-другому смотрю на всех этих женщин, которые рожали. Совсем по-другому, когда ты сама с этим сталкиваешься Это вообще совсем другой мир для тебя открывается Это как пересмотреть старый фильм с новым взглядом И ты думаешь, через что эти женщины прошли А ещё я смотрю иногда по ютубу, что проходит женщина во время родов Чуть-то настраиваешься на одно, в итоге получается другое Короче, как будто там разрывы у кого-то там ещё И ты думаешь, блин, офигеть, вот просто офигеть Просто офигеть Ты прикольный пример, какой быть беременный Да я вообще ни на что не парюсь Я вообще, знаете, я спокойно отношусь к родам Спокойно отношусь уже к рождению ребёнка Если раньше у меня были какие-то бизики там на первом триместре Ещё что-то, ещё что-то Сейчас, знаете, я расслабилась И уже, знаете, как бы это, будь что будет Главное, чтобы был малыш здоровенький Я здоровенькая осталась И всё нормально было В общем, все рожают, и я рожу Ну, в общем, короче, будь что будет Макс Марк красиво звучит для брутального мужика Да, мне тоже нравится и Марк Мне больше нравится имя Марк Потому что большинство мальчиков Ну, Марк, да, красивое имя Мне оно тоже нравится Мне больше никакое имя не нравится Не воспринимаю Живот отпустился? Нет Клава, когда рожать? Я не знаю, когда клаве рожать Нужно у неё уточнить Ребята, у клавы есть инстаграм Можешь к ней зайти и спросить Мы с тобой, спасибо Можешь назвать честь своего папы, святую память Блин, я думала насчет своего папы Я думала, в честь него назвать малыша Но он не сочетается с фамилией Кстати, спасибо, что напомнили про папу Очень скучаю И вообще, в честь умерших Говорят, что лучше не называть своих детей Потому что они могут повторить судьбу ребёнка Я не знаю Много ли я набрала? Ребятки Всё по поводу килограммов Я сегодня взвесила Всё смотрите в сториз Ребят Смотрите, если я не ответила на ваши вопросы Многие ответы на вопросы Есть на вопрос Короче, если я не ответила на ваши вопросы То многие ответы на вопросы Есть уже в постах и в сториз Я уже там всё разместила Всё подробно Прямо по полочкам Вы можете всё знать Ну, всё узнать Может, с тобой на ты Я со всеми на ты общаюсь Как думаешь Может быть такое Что ты в один момент Станешь лесбиянки Лёгких родов тебе Нет, не думала об этом Всё-таки я больше предпочитаю мужчин Я не Я не по девочкам Короче Мне очень важна Мужская энергетика рядом И энергетика Мужчины, которые мне подходят Сабы-кабы И не согласна быть Я нам поспала Что-то странное Ты ждёшь ребёнка И первого-второго Ждалась Нечто По истории Как будто Равнодушно Не знаю Видимо, ты меня неправильно понимаешь Скажи привет Омску Привет, Омск Салам алейкум Садагистан В алейкум Салам Дагестан Привет, Срезанне Привет Привет, привет Мои хорошенькие Платно будешь рожать? Да Платно буду рожать Заплатили за контракт 200 тысяч Поэтому Поэтому не знаю Но 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 Сразу скажу Что Контракт Не даёт гарантии Что всё пройдёт хорошо Но я верю Что всё будет хорошо Малина провоцирует рода Ни хрена подобного Всю беременность практически Ела молину Ничего подобного Ребёночек у меня уже 3-400 По килограммам Ребёнок рак будет по гороскопу Да Я очень люблю знаки Зодиака Рак Скорпион Лев Но лев так себе Я не очень люблю Львов по гороскопу Мне нравятся Овны Раки Скорпионы Такие Они необычные Знаки Не знаю почему Я вот прям Тянусь Близнецы Весы Я вот люблю Такие знаки Зодиака А остальные Знаки Зодиака Для меня Просто существуют Ну как бы Львы для меня Вообще Там Я не знаю Ну как бы Для меня Простоват Львы Я люблю Безумно Раков Я люблю Скорпионов Это такие знаки Очень интересные Для меня С которыми Вообще Интересно Вести беседу Они такие Таинственные Такие все Загадочные Ну то есть Прикольные Они очень креативные Овны Очень овны Овны Вообще Очень старательные Знаки Зодиака Тельцов Я не особо Люблю Ну как То чтобы Люблю Не люблю Да То есть У меня нет Знаков Зодиака Которые я там Не люблю Просто Дело в том Что Вот я Предпочитаю Вот Таких Вот Ну Мне нравится Я себя Чувствую Классно Рядом Со Знаками Зодиака Близнецы Скорпионы Раки Вот Прям Обожаю Овнов Обожаю Я Водолей Водолеев Я не люблю Вот я Сама По знаку Зодиака Водолей Но я Не люблю Водолеев Мужчин Вообще Не люблю Водолеев Мужчин Вообще Они Не заходят Близнецы Раки Скорпионы Овны Вот Не знаю Я прям Вот Классно С ними Они Мне с ними Как-то Вот Легко Мне с ними Как-то Вот Спокойно Классно Очень редко Когда я нахожу Общий язык С водолеем Ну Я Понимаете Просто Я не люблю Ну как бы Я очень быстро Хаваю Ну очень быстро Хаваю Людей Вот прям Максимально И я люблю Знаки Зодиака Зодиака Который Я не могу Пустро Схавать Рыбку Тоже Люблю Я Я козерек Муж и рыба Живем уже Девять лет Вместе Фу-ть-фу-ть-фу Знаете У меня мама Козерек А папа Рыба Папа Рыба Царство Небесное И Тридцать Три года Вместе Прожили Хотя У меня мама Это просто Не знаю Такая смесь Прям Адская Такая она Вся А он Такой Рыбка Он такой Игривый Такой Папа У меня Был Такой Игривый Такое настроение Он мог Что-то Рассказывать Немножко Он преувеличивал И рассказывал Похож на сказку А мама Она больше Такой Знаете Она такая Больше Скептик Такая Вся Сосредоточенная На каком-то Своем деле Все у нее Должно быть Идеально Там Все Расставлено Там Не знаю Все Прям Вот Гости Приходят Это должно Быть Все Идеально Там Ну то есть Она Как бы Ну она просто Как бы И с одной стороны Она префекционист И с другой стороны Она пахерист Ну вот я не знаю Как это вот Объяснить Но это очень интересно Конечно Так что Так вот А папа такой Он рыбка У меня был Папа рыбка И он такой Все Этот У меня В год кабана И рыбка Папа у меня был Царство небесное И он такой Все Такой Вот Он Все время Такой На шутках Там На Как-то Ну таких Добрых Душа компании А мама Она больше такая Отстраненный Отстраненный Перфекционист Но при этом При этом С Интересным Внутренним Миром Очень Ну вот Мужиков Рыб Не люблю Ну я Тоже Не особо Люблю Мужчин Рыб Но Папа Был Рыбка И вот Просто Например С козерогами Рыбы Очень Хорошо Сходятся Вот Так что Ладно Мои хорошие Мои дорогие Мои золотые Спасибо вам большое За эфир Спасибо большое Что вам Интересна Моя личность Всех Целую Всем Всем пока Вот Пойду я дальше Заниматься Своими делами Все На связи